Привет, дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим интересный церковный вопрос, связанный с церковной магией. Что бывает, если подать сорокауз за упокой, за живого человека? Как это на нём отразится? За кого подали? Почему так люди делали? Мне ещё рассказывала моя мама, но мама у меня не занималась колдовством. Это передалось из более, скажем так, дальних, от дальних моих родственников, от прабабушки, друзья. А мама просто интересовалась этим вопросом. Ей было некогда, она была замуж. Но, тем не менее, она мне ещё ребёнком рассказала, что если хочешь приворожить человека на любовь, то подают за него сорокауст за упокой. На самом деле так ли это? Нет, друзья. Если вы подадите сорокауз за упокой, это всего лишь снизит энергетику человека. Он не умрёт. Но в крайнем случае, если у него уже у самого энергетика на нуле. Энергии у него нет, жизненные силы закончились, это ему может помочь. Почему же это делать? Всё же мама была немного права. Это делается, если... Вернее, это делается перед приворотом, чтобы как раз и снизить энергетику человека. И легче было воздействовать на него. Все знают, что кто проводит привороты, что я крайне не рекомендую это делать, потому что это будет совсем другой человек. И вы его любить не будете, и не будете знать, как от него избавиться. Поэтому не надо этого делать. Ну, кто это делает, всё-таки кто-то это делает, да? Раньше делали, то так снижали энергетику. Иначе привороты, если у человека большая сопротивляемость, иммунитет, это может не подействовать. Друзья, надеюсь, моё видео было полезным. Смотрим, нужно ли подавать сорока усты за здравие, молебны за здравие в предыдущих видео. Всем спасибо. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok